Еще раз привет! В предыдущем видео я показал, как работает программка, сделанная в AppInventor, с помощью которой можно управлять светодиодом, либо любой другой электрической нагрузкой, либо другой электрическим прибором. Сейчас я расскажу, как сделать непосредственно эту программку и как подключить. Схема подключения вполне стандартная, я скину ссылку на сайт схем нет. Тут какие тонкости хотел бы отметить. Вам обязательно нужно будет arduino nano или uno, обязательно модуль, причем модуль желательно чтобы не так выглядел, а был с ножками вот здесь. Когда будете заказывать из Китая, обратите внимание, потому что это намного ускоряет процесс разработки, поскольку если есть ножки, штырьки, не нужно припаивать вот эти проводки, на что уходит иногда порядочное время. Один светодиод вам нужен будет и один резистор желательно. Две ситуации можно чуть больше, может чуть меньше. Если без резистора, то у вас сгорит светодиод, либо ножка на arduino. Далее тут tx подключен к этому rx, rx к tx наоборот. Питание 3,3 вольта можно подключить к 3,3 вольта на arduino, можно к 5 вольтам на arduino. Не принципиально работает и так и так. Вообще в данном сегодняшнем примере нам желтый проводок вот этот не нужен будет. Нам нужен только tx с bluetooth модуля подключить на rx на arduino. t это трансивер, r ресивер, чтобы легче было запомнить. Плюс вам нужно будет залить скетч, вот этот короткий скетч. Когда заливаете нужно отключать проводок tx rx иначе не заливается скетч на arduino. вот этот тонкости. И непосредственно переходим к самой программе, которую вам нужно сделать в App Inventor. так. Программка. Начну тогда ее заново покажу вам. В принципе можно и не начинать заново, наверное. Покажу вам блоки какие есть. Тут всего можно одну-две кнопки. Лист пикер удаляю. Делаем две кнопки. Одна, чтобы подсоединить, сделать connection между android устройством и bluetooth модулем. Вторая, чтобы передать информацию какую-то определенную. Можете сделать третью, чтобы передать какую-то другую информацию. Обычно три даже кнопки делают. Вот. И вот этот bluetooth, он вот отсюда я его перенес. Вот bluetooth клиент. Сюда перекинуть нам. Ну, второй не буду. На этом закончили. Теперь блоки. Блоки значит такие. Самый простой вариант это по кнопке button делать подсоединение bluetooth. Bluetooth подсоединять. Вот нужен вот этот блок. Но, как вы замечаете, он сюда не подходит напрямую. Поэтому, чтобы его подсоединить, нужно initialize global name, бесполезную такую штучку добавить сюда. После того, как вы ее добавите, появляется вот такая штучка у вас, треугольничек, set name to. И set name to, когда ставите сюда, то у вас подсоединяется уже блок bluetooth connect. В bluetooth connect необходимо будет добавить адрес вашего устройства. Он двенадцатизначный. по два знака через двоеточие пишется. Вам нужно им изменить именно на ваш знак, на ваш MAC адрес. То есть, да. Он индивидуальный для каждого устройства. Где посмотреть. Я думаю, там найдете в поиске устройств в Android. Так, это пока не буду. И вот кнопка bluetooth. Блок send text. Добавляем send text. Сам текст непосредственно единичку или двойку чаще всего в пробных программах ставит. Но, сделаем единичку. Теперь, что можно добавить сюда. Как я уже показывал, можно сделать, чтобы соединение bluetooth устанавливалось непосредственно при входе в программу. Для этого нам button 1 уже не нужен. Убираем его. Делаем блок screen 1 и initialize. Вот здесь он. Screen 1 и initialize. И туда непосредственно добавляем функцию подключения. В данном варианте у вас будет все работать так, как я показывал в предыдущем видео. Далее, какой вариант. Есть вариант, когда вам нужно подключить несколько устройств. Либо вы заранее не знаете MAC адрес устройства. В таком случае, можно другой вариант сделать. Использовать элемент list picker. List picker. After picking. Before picking. Вот здесь. Тогда у вас будет выбор, к какому подключаться устройству. Вот элемент list picker. Вы его тоже добавляете. Он появляется. After picking и Before picking тут. И делаете точно так же, как на картинке показано. Я вам ссылку на эту картинку оставлю. Ссылку на свою программу тоже оставлю. Так. List picker. Ну, элемент. Где он, этот блок. Так. Элемент. Bluetooth. Адрес энд неймс. Точно так же все делаете. Вот. Вот. Этого блока во втором App Inventory нет. Обходим точно так же с помощью. Так. Ну, это мы уже не будем трогать, получается. А, Bluetooth у нас уже и есть тут блок. Вот этот. А, не тут. Вот этот блок есть. И сюда ставим уже list picker selection. Насколько у нас там было. Так. 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 Есть picker selection. Вот этот блок. Вот так будет выглядеть начало. Вот это все выкидываем. Вот это начало. Вот это кнопку. Я удалил зря. Надо сделать ее еще раз. Сюда пишем единичку или двойку или там любое число. Кстати, тонкости насчет чисел. Схема, которая вот самая распространенная вот в этом скетче. Скетч может принимать только цифры от 0 до 9. Однозначные. Поэтому не удивляйтесь, если получится, что вы отправляете там 10, 11, 20. Они Arduino их не видят. Чтобы Arduino принимала любое число, надо тут в шапке изменить тип переменной. Чуть-чуть получится измененный скетч. Ссылку на этот скетч я тоже оставлю. И в этом скетче уже можно любые числа, там, миллион, миллиард, отправлять и так далее. Ну, в принципе, это все, о чем я хотел сказать по отправке информации. Больше, я думаю, тонкостей таких не должно возникнуть. В следующем видео я тоже расскажу не менее интересную тему про прием информации с Arduino на Android. То есть в обратном направлении. Передачу информации покажу. И покажу один очень интересный, красивый проект на эту тему. Вопросы, если какие-то появляются, задавайте в комментариях к этому видео. На этом все. Спасибо за внимание. Пока. Пока. Пока.